всем доброго времени суток банда ну и по картинке вы поняли что речь пойдет про воблеры вот такая у достаточно большая коробка по рыболовным меркам собралась на сезон 2023 года вот воблеры все небольшие как вы поняли эти воблеры будут применяться именно при ловле ленка на горной реке и так как они небольшие то количество их здесь достаточно внушительное все эти воблеры заказаны с алиэкспресс и произведены в китае все интересные модели с алиэкспресса именно в таком типовом стиле я начал заказывать некоторые я уже успел обкатать выезжал уже на амур проводил как так мысли можно выразиться ходовые испытания не хотел бы вам кое-что про них рассказать самое главное что что качество китайских воблеров с каждым годом действительно снимаю шляпу она улучшается улучшается в геометрической прогрессии если допустим еще бы пять лет назад я бы однозначно бы и не взял бы китайский воблер на хорошую рыбалку дата за эти пять лет за эти 5-7 лет они неплохо подтянулись именно в воблерах что конечно сказать там про катушки про шнуры и про спиннинги с это конечно еще та история пусть ребята еще растут но вот воблер и как расходник он конечно становится актуальным вот и хотел бы вам кое-что показать вот эта вся коробка она просто вся в объектив не владе часа вам покажу это все китайские воблеры кое-какие вы уже видите это самбо вот она и вот эти я уже испытал в прошлом году они себя зарекомендовали хорошо так как вся коробочка не влазит давайте сейчас по одному экземпляру достану до стол и быстренько вкратце хочу рассказать те ощущения и результаты тех ходовых испытаний которые я провел эти воблеры я пробовал в прошлом году зарекомендовали они себя обалденно и что хочу сразу же отметить маленький нюанс вот воблеры прошлогодние которая заказывал вам говорил есть вот такие трещины расползание краски да по лакокрасочному покрытию то есть вот эти такие браки вот они присутствуют вот эту даже сам сошкребал смотрел что действительно не пластмасса ли это треснуло то есть я убеждался потому что думал может это вообще трещина в пластмассе оказалось просто лакокрасочного покрытия а вот а что мы имеем в этом году вот я заказал уже после нового года на этот сезон большое количество этих воблеров все никаких тут трещин нет все прям четенько вот эти воблеры они прошли уже сезон прошлый рекомендую это просто воблер огонь ну вот про него я уже говорил на этот сезон у меня тоже есть интересный воблер по нему еще поговорим он тоже такой же тоже быстро тонущий и наверное он будет составлять конкуренцию вот этому воблеру в ходе ходовых испытаний тоже зарекомендовался очень неплохо ну что банда вот такие вот воблеры оказались на моем столе которая я прикупил которая для меня именно является новинкой потому что я ими еще рыбу не рыбачил но уже провел с ними на речке ходовые испытания вот такие воблеры я еще ни разу не покупал на алиэкспрессе и не рыбачил так что пишите под видео что вы думаете может быть кто-то рыбачил подобными воблерами и оставит свой отзыв может быть расскажет какие-то нюансы так что если можно сказать здесь и сразу же мы видим такая вся полная широкая линейка это подделка на дуа риоке вот они вот у меня тут три воблера я взял вот если посмотреть качество качество обалденно я уже тут все подписал что тс к тонущий вес 8 и 8 хорошие тройники очень хорошего качества тройники прям вообще ничего тут замене не понадобится не при не подлежит все здорово вот последнее время я покупаю воблер вот такого бренда начали делать прям очень качественные годные воблеры хороший вылет падение сыплющиеся хорошая правильно реагирует на twitching то есть такие же повадки как у оригинала единственный минус это плохая игра при медленной проводке либо вообще не играет и как бы сказать если на медленную проводку выводить старт то может не запуститься то есть однозначно надо дергать twitching то есть воблер рассчитан больше для твичинга вот так же по смаз посмотрим более крупный образец этого воблера тоже можно видеть что все у него хорошо 12 8 грамм вес тоже быстро тонущий отличные тройники то есть все тут огонь поменьше воблер ок цепляется за пальцы очень цепки тройники тоже забросом с проводкой с игрой все ровно то есть как мы видим воблер и очень очень хорошего качества с хорошими тройниками ведут себя на воде правильно вот ну то есть вообще по сути ничем не уступает оригиналу я бы даже сказал наверное наверное даже мне показалось нюанс от оригинала по моему ведут себя более информативно что такое информативность воблера если так можно назвать это тоже у каждого воблера и своя информативность то есть как бы чуйка но чуйка только наоборот да то есть есть воблеры которые ты как бы дергаешь и не понимаешь что у тебя там на том конце спиннинга завелся он не завелся да то есть играю не играя да то есть и тут когда ты его дергаешь видишь ты четко понимаешь что он совершает вот эти вот движения то есть вот достаточно хорошей информативностью оригинал риоки как бы ну прям не славится для меня в моих глазах такой информативностью вот дальше чтобы хотел сказать тоже такой же фирмы воблер это подделка на зибы с хамсин вот тоже хорошие отличные тройники хорошее качество вот я уже подписал его длину плавающий вес 87 также обладает такими же думаю все слышат магнитной системой дальнего заброса все работает четко сексуальный цвет хорошая проводка работает играет на очень маленьких режимах то есть у меня тоже есть оригиналы ничем не отличается от оригинала однозначно также будет ловить вот еще даже забыл сказать и более крупном размере реплика на дула риоки тоже отличные тройники отличное качество вот дальше что еще есть такого видим подделка на pontoon 21 вот тоже ничем не отличается плавающий 45 вес грамма хорошие тройники та же самая фирма того же бренда вот и тоже играет на маленьких всех режимах тоже хороший вылет все как положено от оригинала не отличить сейчас многие зрители зададут вопрос ну все саня ты тут одну и ту же фирму пиаришь если кто знает меня я не зарабатываю деньги на ю тубе в отличие от других блогеров и по сути дела свою задницу китайцам не продаю не за катушки не за воблер и не за спиннинги как это делают девяносто девять процентов блогеров на рыболовных каналах тоже вот это вот я даже не знаю на что ну что это такая реплика для меня это непонятно вот та же самая фирма тоже сделан очень качественная крючки они прям даже написали в dmc по моему вес у него хороший 62 грамма вот заметьте я все воблеры подбираю с хорошим весом чтобы был хороший вылет тоже вот именно падает он вот так вот хорошо твичится неплохо работает не знаю на что эта реплика но такой малыш очень очень четкий очень увесистый 62 грамма это что позволяет ему в его размере делать хороший вылет как всегда у таких воблеров быстро тонущих это слабая как бы игра на маленьких режимах скоростей то есть он идет идет играет а если прям вообще маленькая скорость в стоячей воде он просто идет вот так вот как как гвоздь и все это проблема у всех подобных воблеров ну если уже говорить про эту проблему то самая большая проблема на таких режимах это вот оригинальный smith de contact это по моему вообще одна сплошная проблема начиная от его характеристик кончая его ценой мне несмотря вот на такую вот трапециевидную лопатку да он может вообще даже долго 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 даже на относительно средних проводках идти просто как гусь не заводится вот и падает он не так а падают как листок с дерева в штополе то есть я бы сказал это неправильное падение плохо заводится на твичинге но рыбу да действительно я пробовал не есть видео рыба на него орклик делает выбирает клюет но тройники у меня уже здесь меня на и у него плохие тройники и цена его просто космос и я бы сказал по отношению с китайцами у него еще даже и про проблемы при запуске самый идеальный воблер в этой области в этой концепции это конечно был и тума ровни объясняю почему мы видим его лопату она большая трапециевидная лопата да вот в отличие от всех других если сравнить да и благодаря вот это вот большой трапециевидной лопате и тума ровни мог работать на любых режимах скоростей то есть он работал что на маленькой проводочки до что на большой проводочки нападение правильно вел твичу хороший вес соотношение длины веса то есть это вот был такой очень хороший информативный сбалансированный воблер который работал по сути во всем диапазоне режим предназначающийся ему рыбалкой да прям ну таких больше нет у меня он остался один имя уже не рыбачу выкладываю из коробки это остается чисто как память дальше что можно сказать увидел такие вот воблеры очень меня заинтересовали с такой формой взял тоже такая вытянутая лопатка скажем так вот этот воблер среди всех китайцев которые я вам показывал он быстрее всех запускается ну как бы сказать на более медленных проводках он уже начинает как-то играть вот ну на прям на малой тоже идет как гвоздь при этом правильно твичится хорошо летит хорошие тройники а вот падение у него ну у меня тут просто как бы не хватило глубин чтобы понять потому что в речке вода относительно мутная в амуре и в ванной его тоже ронял то есть глубины не хватает он просто падает как топору так вот не играет не сыплется просто падает я конечно понимаешь если он уже будет падать там на более глубокое расстояние там метр там и больше понятно что он возможно уйдет куда-то чего-то струя его перевесить нарушит его баланс и он как-то уйдет что пар или еще как-то ну прям в каком-то моменте на глубине наверно 30 там 40 сантиметров и хороший его баланс позволяет ему просто ровно вот так вот падать удивительно ну вот но при этом у него плюс перед другими он заводится на более медленных скоростях надо пробовать тоже очень хороший такой воблер ок как вы наблюдаете всего будут такие более-менее сексуального цвета вот вот остались два наверное лидера из всех это их линеек которые будут конкурировать с воблерами прошлого года потому что вот этим не больше всего малыши понравилось что понравилось понравилось их не достаточно хорошая масса удильная на по отношению к их не длине да ну вот хорошие полетные данные очень хорошая как бы грубо говоря падение правильные осыплющиеся или нормальные как бы грубо говоря тройники то есть вот эти воблеры очень хорошо себя по в совокупу характеристик показали хотя также как бы в стоячей воде на медленной проводке они не запускаются просто идут как гвоздь но хороший размер хороший вес 7 2 грамма до хорошая длина тоже хорош та же самая фирма падение хорошая очень такой хороший вылет я думаю вот эти вот воблерки тоже стрельнут однозначно замечательно особенно вот этот малыш мне понравился больше всего вот тоже вес семь с половиной грамм хорошие толстые тройники как и у всех не будут вот именно резать губу да рыбчику да и тоже грубо говоря правильно падает вот и конечно что хочу сказать эти все воблеры которые я продемонстрировал они конечно имеют стримовый характер то есть что такое стримовый характер это мое такое выражение этой все воблеры предназначены работы на течение от этого они все в стоячей воде на медленные проводки не заводится просто идут как гвозди да вот такие вот моменты конечно на горняке бывают часто такие моменты до граница стоячей воды и струи не стоит в определенных моментах рыба и кинуть нужно и как бы туда подальше в стоячей чтоб он заранее уже упал прогрузился и ты вывел вот на эту тумбулентную зону да и там ему уже нужно завестись конечно есть такие нюансы однозначно такими воблерами сразу нужно твичить вот тоже очень четенький такой момент и однозначно все эти воблеры которые я показал они однозначно все будут работать потому что ходовые испытания показали они рабочие и уже давным давно я сказал что вот эти воблеры они уже забили свои гвозди в крышку гроба допустим такого воблера как smith de contact это уже на сегодняшний день на нашем рынке никому не нужный хлам забудьте про них эти воблеры однозначно будут нагибать и остался очень интересный момент на закусочку этот момент я бы наверное сказал больше наверно для рыбаков реки амур это наверно можно назвать таким вот каким-то там стиком или даже не стиком даже тут трудно наверно назвать по его совокупности характеристик тоже очень качественная вещь видим что морская морские тройники очень хорошие мощные но их менять не надо для амура не как раз подойдут вот и гублер даже не знаю какого бренда вес 18 грамм очень хороший вылет у него я кидал его и да у меня был спиннинг а 4 до 12 грамм edge до 412 edge ну то есть старый гарри лумис я по берегу его кидал взял рулеточку по берегу отметил ну конечно старался попасть в обводу до чтоб он не разбился берег по моему 68 метров что-то 70 метров вот таким вот маленьким спиннингом превышал его тест американцы все работу с превышением теста если вам известно в большинстве случаев то есть он под 70 метров его вполне выкидывал но самое что интересно несмотря на то что у него хороший вылет для лодочников это вот как раз вот самое то то его интересная как бы сказать проводка характеристики если тянуть его очень медленно да то он будет вот так вот то есть вот такие короче высокочастотные низкоамплитудные колебания такие на маленькой проводке только проводка ускоряется он начинают такими галцами идти игра сменяется вот на такие размашистые галцы высокоамплитудные низкочастотные все если его грубо говоря твичить то он по сути не твичится он просто проходит как лом без игры вот так вот тык 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 как лом но когда делается слабина вот тут самый такой плюс падает он очень приятно вот так сыплется вот именно сила наверное этого воблера это его падение и соответственно он работа что на быстрой проводке только разная игра в отличие от медленной что на медленной он не твичится просто продергиваться прямо идет вот такое хорошее сыплющиеся падение всем любителям амура ловля желтощека верхогляда я думаю вот такая игрушка будет бесценна я думаю нужно просто научиться ей управлять вот уважаемая банда постарался очень кратко ну как всегда у меня разговор очень длинное видео выходят кто смог посмотреть до конца большое спасибо я знаю что только думающая уникальная публика смотрит до конца вот у меня вообще на канале специфическая публика с особым с особым уровнем айки и пики в отличие от других каналов я это знаю от этого все кому понравилось ставьте палец вверх до свидания до новых встреч а